Олег Григорьевич, в вашей паре словом, наверное, всем признается явным аутсайдером, да? Как вы к этому относитесь и как бы, ну, будет какие-то изменения так, в связи с этим? Я не думаю, что словом аутсайдер, потому что команда достаточно опытная, практически каждый год играет или же в Лиге Европы, или в Лиге Чемпионов. Там есть достаточно опытные футболисты, которые играли в ведущих чемпионатах Европы. У нас очень серьезный соперник, и мы сегодня разбирали игру, условно. Еще раз убедились в том, что команда очень-очень квалифицирована. Поэтому предстоит очень серьезный поединок из двух матчей. Олег Григорьевич, а можно поподробнее, какие сильные стороны команды с соперника? Что сильного? Может выделить кого-то из футболистов? Ну, футболистов я не буду уделять, потому что команда сама по себе организована и тактически грамотна вся. Команда достаточно рослая, команда исполняет все тактические задумки тренера, очень хорошо играет на стандартном положении. Как я говорил, в команде есть опытные игроки, через которых очень много ведется, наверное, идей командных и в обороне, и в атаке. Так что те игры, которые мы смотрели, мне эта команда очень понравилась. По словам, на сцене у вас центрального защитника какой пункт, это может быть цифра? Ну, мы не смотрим на то, что там есть дискафикация, потому что есть с кем заменить центрального защитника. Мы готовимся к привычному своему режиму и, конечно, делаем поправку на определенную игру соперника, но не более того, наша задача подготовиться сами, как в атаке, так и в обороне. Поэтому мы шлифуем в первую очередь свою игру. У нас все футболисты, это игроки основного состава, и, конечно, мы смотрим по состоянию, по готовности на данный момент. Игроков. И будем выбирать непосредственно состав уже перед матчем. Здесь я ничего нового вам не могу сказать. Только то, что те две игры, которые в чемпионате мы провели, есть как хорошие моменты игры нашей, так и не очень, где нам надо работать. Но то, что движение идет в правильном направлении, то, что ребята прогрессируют, я это отмечаю, как в играх, как в игровых моментах, так же на тренировках. Поэтому состав команды зависит от готовности на данный момент любого игрока нашей команды. Проблема одна, Сигурдсен, который не имеет права играть. У него три желтые карточки, я вам просто скажу. Последний матч, да, не очень удачный, просто так сыграл в чемпионате страны. В связи с этим будет какой-то дополнительный настрой и переобъединиться перед болельщиками? Как это? Что-то такое? Ну, я не могу сказать, что будет что-то особенное. Мы на каждую игру настраиваемся на победу. Всегда уважаем своего соперника. Тем более, Олег Георгиевич сказал правильно, это очень считается большим клубом в своей стране, самый титулованный. И, как правило, в таких командах больших всегда собраны очень хорошие, квалифицированные футболисты. Поэтому мы готовимся со всей серьезностью к этому матчу. И, конечно же, будем прикладывать максимум усилий, чтобы добиться положительного результата и пройти дальше. Вопрос. Последний матч был довольно тяжелый, как бы показалось, для вас много приходилось работать. И не всегда партнеры вас снабжали в начальность. Хотя, когда вы получали, вы отмечали сразу же. Это очень тяжелый матч. В связи с этим, вот, после матча, вы как бы разговаривали с вашей стороны, с партнерами? Тренер, может быть, что-то говорит о том, чтобы эффективно использовать ваше измерение, в Киеве, через все путь? Ну, это внутреннее дело команды, нашего главного тренера и всех ребят. Поэтому я не собираюсь говорить что-то, оправдание. Но еще раз повторюсь, мы все ребята прикладываем максимум усилий, которые могут, чтобы добыть победу. Где-то это получается в лучшей степени, где-то в меньшей степени. Поэтому, опять же, повторюсь, делали максимум тех усилий, чтобы достичь результата. Но, увы, не получилось. Но сезон только начинается. И будем надеяться, я уверен в этом даже, что со временем, в ближайших матчах, мы еще настырнее, еще увереннее будем играть и будем добиваться положительных результатов. Хотел разбить вопрос коллеги и обратиться к коллегу Георгиевичу. Вот мы в прошлом сезоне запомнили Краснодар как команду, которая очень быстро работает с мячом. Борис получает и сразу отдает пас. Сейчас мы видим, что скорость упала. И вот коллега сказал очень хорошо, что фланги работают всегда, как правило, один фланг. Вот еще даже на матче с Араратом правый фланг, инженчик, он открывается, никто ему не дает. Вот предыдущая игра так же, один фланг не работал. Как вы считаете, в чем тут причина? Я бы хотел сказать, что определенные моменты игры нам еще пока не удается. Возможно, вы правильно подметили, да, что мы мало играем на данный момент через фланги, но мы работаем над этим компонентом нашей игры. И, конечно же, все мы хотим, чтобы у нас все получалось, чтобы мы быстро играли, чтобы вы меньше задавали вопросов, почему у нас не получается. Так что мы в движении, мы работаем. Я думаю, что наш труд, который мы делаем, он, конечно же, воздастся нам. И будут победы яркие, и вы будете довольны. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok